а пепельницы у нас нет нет это плохо сказать во всем есть две стороны то есть не будем курить у него кто пойдет за пепельницей я почему тогда у меня в кадре никого не будет или мне придется прерваться о пепельницей будет пустая пачка парламента отлично когда закурим у нас есть две желтых зажигалось можно легко угадать откуда взялась вторая откуда откуда взялась первая первую я купил а вторую сперл думаю что это моя первая расскажи пожалуйста им про то как ты почти два месяца пользовался 41 мегапиксельным нокеевским девайсом нокея 808 бурбью я понимаю что это все звучит кандово но правда расскажи как-то как сказать с удовольствием не надо играть расскажи правду честно ничего начать да ну первую неделю от нему привыкал по той причине что но главная проблема у меня была с фокусом фокус ручной замечательно очень хорошо но немного непривычно что переводится он не привычным способом на объективе а касанием экрана и попасть в конкретный момент конкретную точку получается ну надо привыкать просто привыкать вот открываем и не настроек по идее стоит вначале автоматически режимы съемки им пользуется минимально да потому что ими пользуешься куда те лень вот потому что и все-таки ручная настройка которая находится в меню художественной как правило я пользовался полным разрешением вот здесь устанавливается три режима которые при сохраняются и при желании их можно легко поменять гораздо быстрее чем острая готовить я был в первой закладочки как бы во второй какой в третьих помнишь да в первой закладочке меня стало полное разрешение 16 на 9 высшее качество эффект цвета обычный режим съемки обычный вот и чуть-чуть повышенная контрастность капельку буквально один или на два не помню на два пола вот за 2 как часто ты покупает за что-то подобное я снимаю в чп поэтому я думаю что то что этот цвет не видит один из единственный минус этого соответственно что нужно держать камеру очень ровно не трясти и снимок идет некоторое время пока собственно собираются мегапиксели не скажи а вот в каких ситуациях ты фотографировал на полное разрешение и в каких ситуациях использовал режим курвью режим курвью я больше использовал у меня стоял соответственно ну 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 а ну ну режим курвью я стоял на 2 2 2 настройки опять же здесь было чуть-чуть повышенная контрастность но это просто я люблю повышенную контрастность а было меньше повышен а ставим курвью 8 мегапикселей ну 16 на 9 на 5 2 вообще снимал высшая качество на 5 2 мегапикселя я ухудшал качество когда у меня заканчивалась память такая очень простая вещь опять путешествие компьютером я сломался крайне было негде на то есть в итоге нам оставлял это же у друзей на компьютерах но в дороге это как бы невозможно сделать но раньше выгрузить там по одной фотографии но это очень медленно и очень редко соответственно карточки у тебя не было карточка у меня не было увы да и не успел и приобрести путешествие уже экономишь деньги там уже не до карточек да здесь состояла обычно 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 вот фурве фотографировал когда было достаточно темно чтобы чтобы в обычном режиме высшее качество которое называется было слишком темно соответственно я ставил курвью вот фотографирует вот фотографирует прошу прощения это я не учел ты разучился и фотографируешь нет не разучился на самом деле вот гораздо быстрее кадр схватывается и все светлее а со вспышкой со вспышкой а ты пользовался вообще вспышкой вспышкой я пользовался очень редко очень очень редко но с ней возникает регулярная проблема именно в том что ее приходится отключать очень так что по умолчанию стояла отключенная вспышка но ты ее один раз переводишь выключенное состояние она нам остается выключена на автоматическом режиме нет проблема автоматического режим но ты же сейчас рассказываешь художественно сейчас я говорю про режим пробью да это это я мой косяк небольшой вот но вообще автоматический режим прям поставим по молчанию ну да я вообще в автоматический режим просто не залезаю час автоматический режим хорош когда ты фотографируешь вот таким образом таким вот 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 у тебя лежит я выключаю вода блокируют я лежит в кармане говорили в руке ты видишь что-то внезапно что происходит ты не просто да и фотография уже есть а что типа он быстрее работает да да он быстрее работает я по-моему в самом начале только сделал на нем две-три фотки и больше я автоматический режим работает гораздо быстрее и это у меня было некоторое время когда были ну скажем так когда камера начала подключивать да вот в этот период я даже больше пользоваться автоматически автоматически не подключил подключил только ручной поэтому это происходило все потому что просто было перекрыл на память но было время когда я не мог обработать фотографию потому что вылетел интернет по той причине что хватало места на обработанную фотографию на диск так что еще ставим к 1 к 1 вот значит и где фильтр у него есть своя опасность о нем иногда тоже просто бываешь я тоже почти вот замечательная вещь там да но я почему-то внезапно начинается смазанное изображение включаясь думаю что такое что с камерой что с камерой а потом просто на и что у тебя поставлены вот так что здесь я предпочитал выставлять либо автоматически либо вообще убирать ну разве что на фотографии когда нужно на поставленных скорее фотографиях да там я уже включал его такую приятную доработку вот ну здесь все понятно это ситуация вот все таки я поставил бы 800 не было такого сильного меня отчисто говоря вообще автоматическая стоит вообще ну я не знаю я люблю запасы 1600 хватает допустим лучше сам выставлять я пользуюсь исключительно вот экспозиции экспозиция да я ее я регулирую достаточно активно ну здесь опять ну что про нее рассказывать добра все это поэтому ситуации в зависимости от освещенности от того что ты желаешь получить в итоге может быть мне нравится вот такие фотографии я хочу сфотографировать так у меня редко раз или либо или сделать дрожащие потому что у меня такой жанр этой фотографии что я хочу сделать хреновый кадр и прямо чтобы он был на рассчитан хреновым вот но обычно да то что в основном 0 это самое правильное это удобно дальше вот эти настройки я практически не пользовал я тоже не пользуюсь они они по сути не нужны они опять-таки предполагают некоторую цветовую обработку да да это это лучше делать это все лучше делать на на постпродакшене да и тем более что здесь фоторедактор который позволяет не выходя из не честно говоря больше всего в этом аппарате нравится то как он работает со светом то насколько ровно он кладет свет а и честно говоря я вообще последнее время больше использую режим чб мне дико нравится картинка как я режим чб у него красивые да безусловно я опять же больше цвет зная что цвета всегда могли хорошим освещение цвет она дает очень хороший цветом но сейчас зима поэтому цвет на зимой вообще у нас учебы в принципе на снег и грязь пока вы пока в ней разобрались пока ее почувствовали это закончилось да пора будет зима но кора зато чувство пришло не но цвет я предпочитаю по той причине что цвета могу перевести в чб чб нет но обратно да и тебя дает большую маневренность на напады последующие мысли просто съемки но не знаю как в кино я никогда такого не делал полиграфии например когда фотография снятая чб лучше чем та же фотография снятая в цвет но переведенная цифровым образом чем и смотря как ее обработать объезд нет ну если ты обрабатываешь то перерабатываешь это естественно может быть но на самом деле какая разница когда и это можно обработать просто понимаешь каждая оптика обладает определенной своей индивидуальной светосильностью так или иначе пропускает свет здесь очень интересная оптика по сравнению с 920 она мы с 920 ладно я пока еще не разобрался но 808 явно проигрывает 920 по каким-то чисто световым световым показателем но при при этом она дико крутая здесь да вот это то что я говорил кошельки на вспышке автоматического режима вот да вот наглядно показать того что очень хотелось бы чтобы все таки изначально не было потому что вот я фотографирую стекло естественно ничего не получается потому что я вижу только вспышку а зачем ты пользуешься вспышкой мне кажется первый закон фотографа не пользоваться вспышкой безусловно я говорю что она автоматически нету такой штуки как вспышка автоматическом режиме она нужна только как фонарик или подсветка когда ты снимаешь другим аппаратом и тебе реально нужно чтобы падал какой-то свет ты включаешь один аппарат как вышел а другим снимаешь к при съемке безусловно разве что ты фотографируешь абсолютно темноте да но я именно об этом и говорю вот я ставлю автоматический режим отменяю вспышку выключаю камеру блокирую и делаю все то же самое что я сделал перед этим вот взватываю камеру фотографирую вспышка появляется опять и мы опять получаем вот такое изображение да понятно что иногда вспышка бывает нужна да то есть у меня там есть фотография где я фотографировал там табличку на улице в абсолютной темноте да в абсолютной темноте ты в эту табличку не увидел а раз ты видишь значит при помощи той же экспозиции можно вытянуть хотя бы какое-то достаточно внятное изображение внятное изображение там было не вытянута это перед реально кроме штука ночной город не освещает такого не было вот вот такой темноты чтобы я фотографирую значит табличку со вспышкой да она получается абсолютно четкой но это чисто информативный карточками ты не умеешь фотографировать ты просто не понимаешь в каких ситуациях нет другое дело что почему вспышка постоянно включается автоматическом режиме это отдельно но ну не пользуюсь это автоматическим режимом я вообще не понимаю даже показать есть такой режим который просто снимает только со вспышкой с другой стороны в этом тоже есть определенная логика и этот режим используется только в такой модификации а для всего остального есть художественные режимы вообще предполагается что этот аппарат больше ценен своими художественными режимами оптическими как безусловно безусловно я говоришь а вот вот это вот табличка да вроде бы все светло снята ночью без на не освещенной улице со вспышкой со вспышкой круто вот до вспышка бывает нужно но все-таки не так чтобы она выскакивала самостоятельно постоянно но и такая маленькая критика да ладно это правда ночью это снята ночью в кромешной тьме и со вспышкой со вспышкой да и никакая экспозиция тут бы сейчас одну секунду то ли это был режим крупного плана и скорее всего это был крупного плана я оставил индифинстр возможно но вообще вот это вот огромный плюс пурвью это крупные планы вроде висит башмак ничего в нем нету башмак и башмак ничего в плане фотографии особенно для меня это история довольно особенная потому что потерять один башмак это нужно умудриться где-то на трассе берлин льешь у меня потерялся один башмак собственно вот это второе оставшийся который остался висит над льежом вот но чертовски приятно размытый задник в общем одно удовольствие как воспоминание как какое-то эстетическое удовольствие в этом я нахожу очень хорошо фокусирует передний план очень большую глубину изображения но из нами сегодня при страннейших обстоятельств меня покинул башмак с берлин я выезжал в двух а в льеж приехал в одном там он и остался второй же видимо высадился где-то на автобане наши пути с него зашлись в льеже вот это вот результат уже всяческих ручных настроек всяческого эксперимента потому что это греция гурицалоники здесь садится солнце благодаря этому собственно получается тот самый вариант когда можно сделать одну часть на силуэте абсолютно на выбеленном фоне а другая часть остается с границей горизонта и более четкая и не настолько силуэтная даже можно какие-то детали разобрать ближе-ближе к морю что еще хорошее от айбунов